Альбина Плечук Анна Соломатова с методистом Центра русского фольклора города Казани. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажу, что мы сегодня до начала эфира запустили голосование в нашей группе ВКонтакте. Группа называется «Татарстан24». Мы о голосовании вкусное. Мы спрашивали наших потенциальных телезрителей, вы какие блинчики любите. Обратите внимание, в уголочке экрана есть QR-код, наведите на него свой смартфон. Если хотите принять участие в этом голосовании, чуть попозже подведем итоги. Светлана, а вот почему именно блины, а у нас ассоциируются с масленицей, почему самое масленичное угощение – блин? От того, что он такой круглый на солнышко похожий? Ну, вообще в нашем сознании уже нам привили эту мысль в течение многих лет, в основном советского времени, что блин – это солнышко. Потому что он кругленький, потому что он румяненький, желтенький. И вроде как это такое блюдо традиционное на масленицу. Ну да, уже можно сказать и традиционное. Но вообще блины пекли в любое время. И скажем, что блины на самом деле – это поминальные блюда во многом. Ух ты! Да, конечно. Это не праздничная традиция? Ну, вообще масленица уже с 19 века в городах праздновалась очень широко. Были ярмарки, и на ярмарках ходили сбитенщики, продавали вот этот сбитень, горячий согревающий напиток с медом и специями. И блины заворачивали их, чтобы они не остывали. Продавали блины на масленице, на ярмарке на масленичной. Это было просто удобно и практично? Да, такой фастфуд своеобразный. Русский фастфуд. Вот причем, вот Анна скажет сейчас, подтвердит, что блины-то вот такие тоненькие. Так-так-так, вот тоненькие. Мы все их дорогой редакции готовились, между прочим. Тоненькие блины спекла моя коллега Ольга Прокофьева. Спасибо большое. Вот про тоненькие говорим. Тоненькие блины – это немецкие блины вообще. Происхождение, да, происхождение, как считается, это немецкое. А наши – это русские блины настоящие. Они трожжевые. Так, показываем. Вот это я пекла. Вот эти вот толстенькие дрожжевые, вот такое похоже. Пышные, рыхлые, да. Такие они и наздреватые где-то моментами, и сытные, мне кажется, сытнее даже, чем... Так, а блины с перпеком чая-то придумка в таком случае? Тоже наше русское? Это мы придумали начинку таким образом, утрамбовать в тесто? Вообще, да, да, просто различная начинка, и яйца можно было добавить, и лук, и грибы. И макнуть в сметану, и не только в сметану. И макнуть в сметану, и вкусно. Ну и к тому же блины именно пеклись. Сейчас они же все жарены. Они же жарены сейчас на сковородке в масле. Да, они пеклись. Что это значит? В печке? В печи, да. Масла меньше, в них было... Конечно, конечно. ...честь наверняка было, чтобы не прилипло к сковороде. То есть они не жарились, они вот именно... Со всех сторон жаром обдавались. Мы же жарим одну сторону поджарили, перевернули, вторую тепловой обработке подвергаем. Да. А почему у нас вот такие интересные штучки сегодня на столе стоят? Это что, это тоже какая-то масленичная традиция? Как это называется? Ну вообще, всю неделю пекли блины, но в конце недели могли и сделать хворост или орешки. Вот. Хворост... Вот это из моей семьи пришло такое блюдо. У меня бабушка хворост делала. На масленицу, да. Очень красиво, оригинально, вкусно. Простая, казалось бы, форма такая, очень красивая. Светлана, а вот у каждого же масленичного дня есть свое название, свой смысл. Сегодня четверг, это что за день? Так, вот я даже не запоминаю эти названия. Чистый четверг. А я скажу вам, я сегодня когда готовилась к программе, я же не зря этот вопрос дала. Я выяснила, что я, оказывается, все делала неправильно, потому что убираться по дому, всякие домашние работы выполнять можно было только в период узкой масленицы, то есть первые три дня, а в четверг уже нельзя, в ночь на четверг. А мы с Олей Прокофьевой поступили неправильно, мы всю ночь блины пекли. Короче говоря, с сегодняшнего дня, оказывается, работать нельзя, надо веселиться, если верить в моей информации. А кроме того, такой совет в масленицу переедать, оказывается, нельзя, потому что чревоугодие в христианстве само по себе грех, а тем более в преддверии Великого Поста, самого долгого, самого строгого, объедаться нельзя. Но это, скажу я вам, совершенно взаимоисключающее требование пеки блины и не объедайся при этом. Это невозможно, это нереально, сложная задача. Но на самом деле вот эти все названия, это уже, скорее всего, творчество культурных работников советского периода. Вот как. Да, и вот этот вот праздник, который мы с вами знаем, это тоже методические разработки культурных работников советского периода, да. То есть когда-то в 20-е годы вообще масленица под корень, наряду с Рождеством, с Пасхой, то есть упразднили совсем, вот, искоренили, как бы, вот. Вот, но что-то надо было делать, и придумали прав до зимы. Так. И, а потом уже подтянули масленицу, потому что там же интересно, там же древность, там архаика, и когда-то, вот, значит, сторонники мифологической школы, основоположники еще в 19 веке, начали реконструировать мифы там и прочие, да, обряды, и говорили, что масленица имеет корни языческие. Так, а все-таки языческие или нет? Ну, трудно сказать. Единственное, что можно сказать, масленица – это народный праздник. А вот на чем он основан, тут уже можно поспорить. Кроме того, что вкусно ели, что еще делали в масленичной неделе? Ой, ну, самое главное, что делали, о чем говорят информаторы, это было все вокруг молодых, новоженов. То есть, новоженов брали в гости, брали в гости те родственники, которые были у них на свадьбе. И вот эту всю неделю молодожены ходили по гостям. Первую половину недели они ходили к родне, к невестиной, вторую половину – к жениховой. Вот это точно, это говорят все. А про то, что чучело, вот у нас вообще никто об этом не упоминает почти. Может быть, скажем, в тех селах, где были клубы, где были активные клубные работники, которые организовывали вот это сожжение чучела маслениц, которое, скажем, в 50-е годы называлось «Чучело зимы». И вообще в советское время очень любили сжигать всякие чучела, чемберлены и прочих. Думаете, ты из этой серии думаете? Ну, нет, когда-то, где там, может быть, они и были. Но вот у нас в лучшем случае сжигали костры, в лучшем случае. Вот, и собирали детишки на масленицу, они собирали рухлядь всякую разную. Или сжигали баллоны тракторные. Вот это вот было. Это в загоразе, я считаю. А чучело, а чучело, это уже привлекли буквально для интереса. Для интереса, говорите, я сегодня обнаружила, что еще есть в бизнес-целях, потому что сейчас столько объявлений, сейчас столько объявлений в интернете. Изготовлю чучело, там хорошие, внушительные суммы. Ну, вот подобное что-то там из натуральных материалов, ткань. Мало того, это чучело должно быть страшным. Страшным, трухлявым. Ну, то есть это вот должно быть ветошь. А вот не такая красавица, как у нас. Ну, красивые тетеньки. Ее же жалко сжечь, действительно. Ну, и по смыслу, то есть что сжигали? Сжигали то, что не нужно, ветошь. Зачем будут сжигать что-то красивое? Соглашусь. Вот соглашусь. А вот бизнесмены, которые предлагают за пять тысяч такую куклу соорудить, к празднику, к широкой масленице, к завтрашнему. С ног на голову. С ног на голову себе перевернули. С горок катались? Конечно катались. На чем катались с горок? На ледянках катались. И с чего делали ледянки? Я вот на это намекаю. Да-да-да. Достаем? Достаем. Достаем, показываю. Вот это ледянка? Да. Это не посуда? Это вообще хлебная чаша. В ней формовали хлеб. Ну, вот уже в старых хлебных чашах можно было кататься. Но для того, чтобы кататься, нужно было что сделать? Обмазывали коровым навозом. Или кондоским. Или кондоским. Для чего? Для дно. И обливали, потом заливали водой. И замораживали. Расскажение. Вот они ледянки. Вот он и лед. Чтобы закрепить. Да, вот почему. И наши ледянки вот эти пластмассовые называются ледянками. Вот отсюда. Да. С этой хлебной чашей все пошло. Либо это дно корзины могло быть. Либо просто... Мальчишки вообще на скамейках катались. Делали специальные скамейки для катания. И тоже так же обмазывали навозом и заливали по низу. Переворачивали вверх ногами вниз дном, да? Правильно же, я понимаю, да? На это нищие с обратной стороны получается. Нет, специальную скамеечку делали. То есть полос широкий внизу. Внизу и наверху для сидения была дощечка небольшая. И вот это вот... Широкий полос. Широкий полос заливался. Сначала обмазывался так же навозом. И потом несколько раз заливался водой. Катались. Все шло в дело. Да. Радость из ничего практически получалась. Мало того, лед вырубали и на льдиных катались. Или просто коровью лепешку могли несколько раз залить водой. И кататься. Очень бюджетно, скажем вам. И ледянки поэтому. Какие-то особые песни в «Масленичную неделю» пели на Руси наши предки. Это были веселые песни, частушки? Ну, раз в праздник, раз в кругом. Вообще, вот в нашей местности не зафиксированы песни, где произносилось бы слово «масленица». Вот у нас просто есть песни протяжные, лирика приуроченная к «Масленице». Они протяжные, они не веселые. Они не веселые? Нет. Они не частушечных ритмов? Нет, нет, абсолютно. Протяжные песни. А можете изобразить, как это примерно выглядело? Это песня Лаишевского района, да, республики Татарстан, «Ветерочки». Ветерочки дает, эх, и не сдуваете с гор снежочки. Татарстан, «Ветерочки», 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 «Сгор снежочки» Ну и так далее. где-то вот это вот фиксируется, я не знаю, в каком виде, в нотном, в этом манере исполнения. Она же уйдет, если не будет продолжателей. Мы-то записываем, у нас-то в архивах-то есть. В каком виде записываете? Не только в нотном еще? Нет, даже не в нотном, аудио, да. Потому что совершенно изумительная манера исполнения, конечно, это здорово. Мы слушаем бабушек и стараемся... Петь, как они. Петь, как они, да. Здорово, это хороший плагиат. В этом случае это хороший плагиат. Песни, гуляния. Мальчики как развлекались. Юноши. Сценка на стенку. Ну да, да, да. Такого рода игры. Да, силовые игры были. Были силовые игры. Но это, опять же, вот... Мало того, я вам могу сказать, что... Еще и есть такие традиции, может быть, и не локальные, там вот в Сибири, я знаю, когда мужчины раздевали за нога, чтобы влезть на ледяной столб, обледен... Ну, который специально обливали, заливали водой. А они тепленькие, цеплялись прямо. Да, да, да. Это для сцепления нужно раздеться. Для чего? Я пытаюсь выяснить, для чего им нужно раздеться доголад. Для сцепления. Выяснили. Да, да, да. И чтобы достать там наверху привязанный приз. Какой-то подарочек. Ну, кроме того, там еще были всякие-таки шествия в лодках, где там тоже в таком обнаженном виде были люди. Ну, здесь, как бы, это объяснение. Масса. Это именно гости объяснение? Да, и с точки зрения... Тут чисто практическое, чтобы прилипать к столбой, легче забраться. А в остальных случаях... Ну, тут сложно. Вот, скажем, сторонники православной, как бы основы этого праздника, говорят о том, что, на самом деле, вот сырная седмица и масленичная неделя, это же одно и то же время, да? И, в принципе, вот они... Вот название-то оно одинаковое, да? И как бы вот с солнцем никак не связано, верно ведь? Если это дохристианский праздник языческий, то он должен быть связан, там, допустим, с солнцем, с луной, с месяцем, там, со звездами, с днем, с весной, с зимой. Ни в одной масленичной песне, которые сохранились в Псковской, Новгородской областях, этого нет. То есть там есть, значит, отсыл к посту, что вот масленица-то на всего 7 дней, а пост 7 недель. Вот масленица-то за пень зацепись, там, до Великого дня протянись, или даже до Духого дня протянись, там масленица-то Бреховка, ты сказал, что, значит, ты 7 недель продлишься, а пост 1 недель, а на самом деле, значит, ты вот 1 недель, а 7 пост 7 недель. И вот так вот все, вот все с постом связано. Там перекликание, да, там явно все перекликается. Да, и никаких упоминаний, там, никаких явлений природы, солнца и прочее. А блинок тоже не было. И а блинок тоже не слово. Мы нам сегодня прям глаза раскрыли на этот праздник. Да, это интересно, это вот не все так прямолинейно, и как мы привыкли думать. Нам наша версия тоже нравилась, но и вашу тоже мы принимаем, потому что... Да, 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 это интересно. Она подтверждает сколько... Да, да, да. Изучением фольклора. Давайте напомним нашим телезрителям, что завтра состоится главный праздник «Широкая масленица», дом дружб народов, его тоже в том числе среди организаторов, и завтра всех гостей на большой праздник приглашают в 11 часов, в 11, в 12 на набережную Казани. Те, кто живет в Казани, те, кто приедет в эти дни в Казань, приглашают на большой праздник. А давайте мы вернемся еще, предлагаю я, к нашему голосованию. Мы же обещали его прокомментировать. Задавали мы сегодня вопрос нашим телезрителям. А какие блинчики любите вы? Варианты ответов были такие. Тонкие, кружевные, абсолютное большинство, 81 практически процент ответил так. 7% неполных сказали маленькие, толстые, пухлые, это вот, которые я напекла. 6% сказали блины с припеком и столько же сказали люблю оладьи. Как прокомментируете? Большинство убирают тонкие. Немецкие блинчики, как мы сегодня выяснили, Анна. Мне кажется, потому что они просты. Их очень можно быстро сделать. Вот их можно же без дрожжей. Можно ведь их делать без дрожжей? Потому что я не умею. Я вот прям признаюсь, я не умею. Можно делать без дрожжей? Откуда берутся дырочки? Ну это сода, реакция. Вот какая красота. Пойдем по-любому. Расскажите секретики свои. Я потом тоже расскажу. Свои? Я блины пеку единственный раз в году на маслянице. Ничего себе. Серьезно? Да. Ну, мы печем на молоке. Ну вот, то есть... Пробовали когда-нибудь на минеральной воде, говорят? Здорово получаются вот эти вот мелкие пузырьки. Ну, я знаю, что нужно горячей водички добавить, чтобы это хорошее. Ну, я не знаю для чего. Для лучшего растворения, может быть. Хорошо, когда тесто постоит. Вот я тоже об этом сегодня читала. Когда постоит, когда клейковина, глютен в составе муки, когда он схватится с остальными всеми ингредиентами, если поторопиться, только замесила сразу, начала печь, якобы так не получится. Я вот иногда с вечера замешиваю, когда на масляницу надо идти, это же рано, утром надо печь. Это настолько заранее? Да, с вечера и в холодильник. А уже, ну, такое, ну, густоватое делаю. А утром наливаю горяченькой водички, размешиваю и вот пеку. Вот эти дырочки, они могут быть, конечно, от дрожжей, да, ведь результат брожения пузырьки газа. А могут быть и от соды, да? Все, чем мы тесто погасили. Да. Соду добавили. Но не переборщили, потому что соду нужно обязательно гасить, иначе ее вкус будет чувствоваться в тесте. Да, ну, смотря сколько соды, да, положишь. Нет, ну, и потом, если там есть что-то кислое, там, скажем, кефир. Кефир, он погасит соду так и так. Ну, а если с молоком, то уж надо погасить. Или минералка, это новомодный рецепт про минералку. А как получается вот такие узоры, вы знаете? Нет. Как им можно добиться? А я вам расскажу. Да. В пластиковую бутылку наливают тесто, вот это самое подошедшее хорошее тесто, вырезают в крышечки дырочку и дают детям баловаться. Понятно. Это явно не ребенок баловался, это явно взрослый, причем такой эстетически подкованный. Да, вот это, возможно, и ребенок. И на сковороду не очень горячую, потому что если она будет слишком горячей, вот пока ты выкладываешь этот узор, у тебя уже там один край, условно говоря, подгорел. Вот такая красота получается, если выливать ее из бутылочки. Что-то еще хотела я вас спросить о чем-то. В ваших семьях как масленица празднуется? Кроме того, что мы сегодня услышали, что раз в год вы готовите блины. Это, конечно, неожиданно, но все-таки. Нет, дело в том, что масленица – это моя работа. Все понятно, вопросы отпадают сами собой. Да. Это день, когда мама уходит на работу с утра. Скажите спасибо, что блины испугала. Когда я целый день просто на улице, прихожу вообще полуживая, поэтому... Сегодня, Аня, вы чувствуете, есть интерес к этим праздникам старинным, не только к масленицам, но и ко всем остальным у молодежи? Интерес какой? Чисто гастрономический погулять? Или интерес фольклорный, в том числе исторический, этнографический? Людям интересно, почему мы делаем так? Почему мы сжигаем чучело? Почему мы едем блины? Я думаю, что люди вообще делятся на несколько категорий. Кому-то интересно просто прийти покушать блинчики. Кто-то действительно хочет прийти поиграть в игры, забавы, которые мы устраиваем на фольклорной площадке. Кто-то пришел на концерт. Каждый человек находит там что-то свое для себя. Какие игры особенно на ура воспринимает, например, детвора? Перетягивание каната? Да и все, да. Особенно перетягивание каната. Это вообще любимое дело. Особенно когда силы не хватает, давайте идемте, и все начинают там прибавляться с того хвоста куча уже, с того хвоста куча. Ну, в общем, это прям самое любимое. И также прыгают через канат. Тут тоже любят и дети, и взрослые. В общем, все участвуют с удовольствием. Я к чему-то спрашиваю? Особенно иностранцы, кстати, приходят в последнее время на наш проект. Вот это интересный момент. Да, серьезно? И они тоже прыгают? Они очень активно участвуют во всем, что им предлагается. Я только хотела спросить, мы же сейчас ругаем наших детей, что они сидят с гаджетами, уткнулись носами в свои телефоны и не умеют прыгать ни в резинки, ни с мячом играть, ни на скакалки прыгать. Я вот недавно свою дочь, первоклассница, учила прыгать на скакалке. Мы в 7 лет, у нас был высший разряд по прыганию на скакалке, и так, и сяк, и с задом, и передом, и крест-накрест, в перехлёст. А нынешние дети этого не умеют делать. А вы говорите, что участвуют активно. На них смотреть забавно? Видно, что они первый раз этим занимаются? Да нет. Кто-то и не первый раз. Как-то, знаете, такое ощущение, что люди приходят уже целенаправленно на Масленицу. Вот они уже знают, что их там ждёт, и они идут, чтобы поиграть, повселиться. И, в принципе... Спасибо вам большое за ваше хорошее дело, которым вы занимаетесь. И завтра, да? Завтра у вас рабочий день с утра. Сегодня вечером ставим тесто. Завтра вечером летом, и уходим из дома. Спасибо большое, девочки, что пришли на такую интересную тему, с нами поговорили. Я напоминаю, это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня все вместе отмечали в прямом эфире в этой студии Масленицу. Субтитры подогнал «Симон»! Так что теперь это будет Т. Если верать очередь закончиться «Симон»! Sig Голбин. Но это зарядка «Симон»! Продолжение следует...